Уникальное местоположение Крыма, его рельеф и даже климат. Это влияет на архитектуру будущего на полуострове. Специалисты считают, нужно искать оригинальные решения, создавать новое, несвойственное традиционным нормам и правилам архитектуры. В Крыму должна быть та архитектура, которая гармонично вписывается в наши ландшафты, которая соответствует абсолютно нашим климатическим, сейсмическим и культурным особенностям нашего многонационального полуострова. Вот за этим будущее. Если все это мы сможем синтезировать, я думаю, что Крым будет полноправно называться «Жемчужим». Крымская школа и молодежь, крымская архитектура, она есть, не надо считаться. Нужно на нее рассчитывать и давать больше самостоятельности. Только так можно развивать крымскую идентичность. Вот таким, как показано на иллюстрациях, видят Крым будущего архитекторы настоящего. Это так называемая регенерация, возобновление или, как называют это сами специалисты, перезагрузка всей архитектуры полуострова. Мы работаем по улучшению, качественному улучшению ситуации с застройкой архитектуры в Крыму в целом, с точки зрения законодательства, с точки зрения правовых актов, с точки зрения генпланов, которые сейчас разрабатываются, как вы, конечно, знаете. И вот этот комплекс мер, которые руководство республики ведет по улучшению архитектурно-градостроительного облика и системы полуострова, безусловно, даст свои плоды, причем в ближайшее будущее. В целом, главный специалист республики отмечает будущее за молодым поколением архитекторов. В этом залог процветания. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.